Привет! В этом видео речь пойдет об вот этих вот модулях. Это модули от компании Sonoff. Это линейка Smart Stackable Power Meter. Она состоит из главной части Main Unit. И далее у нас идут модули реле. Такие модули реле имеют 4 реле на борту, и их можно подключать до 32 таких модулей. В теории этим модулем можно управлять 128 реле, что должно покрыть полностью все нужды для умного дома в плане управления нагрузкой. Давайте сначала рассмотрим Main Unit. Он выглядит следующим образом. Это вот такое вот устройство. Питается оно от 100 до 240 вольт, 50-60 герц. Имеет на борту Wi-Fi и Bluetooth, так как микроконтроллером здесь основным является ESP32. Также здесь есть 3 индикатора светодиода, и есть отдельная кнопочка, которая у нас будет служить для сопряжения с устройствами реле. На нижней части есть Ethernet разъем. Это позволяет не только по Wi-Fi подключаться к локальной сети, но еще и просто по Ethernet кабелю. Здесь еще microSD карточку можно вставить для логирования всех показаний. Также здесь есть разъем шины RS-485. Модуль Main с модулями реле как раз таки и общается по шине RS-485. Подключение происходит по вот такой вот примерно схеме, по цепочке. И как сказал ранее, до 32 таких модулей можно подключить. И как и сказал, Main модуль питается от сети переменного тока 220 вольт, и вот сюда у нас провода будут подключаться. Это устройство уже серьезное. Оно предназначено для подключения в электрическом щитке. И вот есть специально посадочное место на один рейку. Собственно, такое же посадочное место, как у нас крепятся автоматы в электрическом щитке. И отдельно в комплекте еще у нас идут зажимы, которые будут крепить на один рейку данное устройство. Вот сюда вот они вставляются, вот они в комплекте. Их два штучки на Main модуль и четыре штучки на модуль с реле, потому что модуль с реле он гораздо шире. Вот таким образом они одеваются. Ну и собственно, у нас получается отвертка, мы их либо расщелкиваем, чтобы снять устройство, либо защелкиваем обратно. Ну вот так вот выглядит модуль реле. Это как раз таки самая функциональная часть. То есть у нас мозги такие небольшие, и реле уже идет вот такого вот размера. Итак, значит, что у нас тут? У нас уже тут четыре кнопочки, и со светодиодами. Эти кнопки управляют каждым реле. При нажатии на каждую кнопку у нас будет включаться реле определенные или выключаться реле L1, L2, L3, L4. Также здесь два светодиода, один светодиод состояния, второй светодиод ошибки. Если вдруг у нас какая-нибудь ошибка будет на реле. Называется этот модуль SPM4R. В одной питании у него такое же, от 100 В до 240 В переменного тока. И максимально поддерживает 20 А нагрузки. Итого, у нас четыре реле по 20 А. В суммарно у нас будет данный модуль выдерживать 80 А нагрузки. Также здесь присутствуют шины RS-485, только здесь она у нас двойная. In, вход и выход. То есть мы сюда подключаем один провод. In это от основного модуля. А out у нас можем подключать еще, допустим, такой же модуль на четыре реле. Вот в комплекте идет вот такой вот проводок, как раз для подключения к шине RS-485. Питание, как я уже и сказал, подается 220 В и можно в любую колодку его в принципе подавать. В первую, вторую, третью, четвертую. И подается сюда как фаза, так и ноль на каждое реле. То есть не просто отдельным каким-то мы провод, либо фазу, либо ноль размыкаем. А именно два провода сюда будут подключаться. Собственно подключение будет такое же, как мы, например, будем подключать какое-нибудь узло. Ну и крепление этого модуля точно такое же, как и мейн модуля. Тоже на один рейку. Ну и вообще с такими модулями уже конкретно собирается прям нормальный такой умный дом. Где все у нас спрятано, все в щитке, как положено. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас внутри этих модулей. Разобрал я модуль SPM-Main. Значит, что у нас здесь? У нас здесь, как я уже и сказал, микроконтроллер ESP32. Вот здесь он находится. Это главный микроконтроллер. Также здесь в традициях сану выведены гребеночки для того, чтобы прошить его, если это нужно. Но я думаю, это не нужно. Также здесь присутствует батарейка, энергосберегающая, которая будет, собственно, настройки, видимые для адреса, сохранять в свою энергозависимую память. Ну а прошивать не следует ESP32, потому что здесь вторым микроконтроллером выступает ARM чип Cortex-M3 GD32F103 Series. Он как раз таки и общается с остальными модулями реле по шине RS-485. Но вообще плата хорошо подписана, все гребенки для прошивки выведены. Также здесь показано, где какой пин отвечает за светодиод, за питание и так далее. То есть в теории, да, можем все это перепрограммировать, конечно. Тут с этим проблем не будет, но я, допустим, не знаю, как ARM этот микроконтроллер вообще программировать. Но вот так вот выглядит модуль реле. Он состоит из двух плат. Одна плата с микроконтроллером слаботочком, вторая плата у нас, собственно, непосредственно силовая часть. Итак, в силовой части у нас находится реле. Вот они белого цвета выглядят. Они на честных 20 Ампер с управлением 5-вольтовой логикой. Также этот модуль может измерять потребляемую силу тока и мощность. Ну и для измерения мощности используется вот такое вот ферритовое колечко. Их здесь 4 по одному на каждый, собственно, выход реле. Ну и в итоге, что у нас получается? У нас получается выдерживает нагрузку 20 Ампер, а это, в принципе, любые розетки в комнате, да. И еще и потребляемую мощность тоже измеряют. Для нагрузки в умном доме, мне кажется, больше ничего и не надо. Поэтому это полноценное законченное устройство, которое покрывает, в принципе, все нужды. На обратной стороне платы есть вот такая вот гребенка из 10 контактов. Через эти контакты силовая плата, собственно, управляется платой, вот которая маленькая, вот эта, где находится сам микроконтроллер. Микроконтроллер здесь такой же. Используется GD32 ARM Cortex-M3. Вот здесь он находится. Давайте я сейчас попробую сфокусировать камеру, чтобы вы, в принципе, увидели его модель и погуглили, если интересно, что он может. Для него выведена колодка SPI-шины для программирования, видимо. Также видно, что много элементов на плате не распаяно. Батарейка не распаяна. Здесь вот есть антенка, но компоненты, обвязка антенки, ничего у нас здесь не запаяно. То есть подразумевается, что данный модуль мог управляться и по Wi-Fi. Но этого здесь не предусмотрели. Точнее предусмотрели, но не вывели для использования. Ну а теперь перейдем к сопряжению данного устройства в Evalink. Сопрягается у нас, естественно, main-модуль основной. Без него ничего работать и не будет, собственно. Итак, открываем приложение Evalink, нажимаем плюсик и будем сопряжение производить по Bluetooth. Выбираем его. Здесь нам пишут, что нам нужно убедиться, чтобы светодиод моргал быстро. Для этого нужно будет зажать кнопку на плате и подержать ее 5 секунд. После этого микроконтроллер войдет в режим сопряжения. Ну давайте это сейчас и сделаем. Значит, зажимаю я кнопку, зажимаю и держу 5 секунд. Ну и после этого светодиод, как видите, заморгал быстро. Нажимаем после этого далее. Устройство сразу же находится. Нажимаем напротив устройства кнопку подключиться. После этого попросят ввести учетные данные от Wi-Fi сети. И начнет происходить сопряжение. После этого устройство у нас напишет, что добавлено. Сразу же ему можем изменить имя или нажать просто на кнопочку «Готово» и он добавится с этим именем. SPM Main. Но как только мы добавили это устройство, в принципе здесь ничего вообще не будет. То есть просто устройство пустое и мы им управлять никак не можем. Единственное, что мы можем, это обновить прошивку, если она таковая и есть. Но мне обновление не потребовалось. У меня установлена последняя версия. Это 1.2.0. Далее я подключил второй модуль. Я подключил вот таким вот образом. Мне пришлось питание подать и на Main модуль, и также отдельно питание подать и на модуль с реле. Вот питание пошло. Между ними я соединил их проводом RS485, который шел в комплекте. На модуле реле, как видите, постоянно мигает светодиод COM. Это означает, что данные устройства между друг с другом сейчас общаются. Как я говорил ранее, релеутскими можем управлять прямо с корпуса модуля реле. Вот нажимать на них и реле включается. Когда включено реле, у нас загорается красный светодиод. И когда мы реле включаем, у нас еще самый верхний светодиод зеленый загорается на Main модуле. То есть тоже у нас происходит таким образом связь. Это сигнализирует о том, что какие-то пакеты пришли на Main модуль. Далее мне стало интересно. У меня нагрузка подключена только к первому реле. А остальными я тоже смог сразу же управлять после подключения к первому реле напряжения. И вот мне было интересно, если я включаю, например, другое реле, у меня тоже 220 на другое реле подается напряжение или же нет. Ну и вот, собственно, смотрите. Значит, входное напряжение 230 вольт, выходное на реле 0, потому что реле сейчас выключено. Как только я включаю реле 1, естественно, внизу на выходе у нас тоже получается 230 вольт, 237. Смотрим входную группу второго реля. Естественно, по нулям здесь. Третья тоже по нулям. И на выходе тоже у нас должно быть по нулям. И, собственно, да, так и есть. То есть у нас нету такого, чтобы питание подать только в одно место, да, а на другие реле оно тоже подавалось. Поэтому реле у нас могут еще служить как некой защитой, как и автомат, например. То есть по перегрузке, например, у нас реле будет отщелкиваться. Дополнительная защита не помешает. Так, возвращаемся теперь к приложению EvoLink. Сейчас у меня добавлен уже и модуль реле. Выглядит он вот таким вот образом. Он у меня уникальный номер имеет. И вот если мы в него зайдем, тут вот есть 4 клавиши, 4 реле. И при нажатии на каждую, естественно, у нас включается реле. И, как видите, по зеленым светодиодам у нас как общаются между собой эти модули. А теперь такой нюанс. При подключении к мейн модуле, модуле реле, он сразу в EvoLink не появится. Для того, чтобы он появился в EvoLink, на мейн модуле нужно зажать клавишу L1. Тогда у нас модуль основной начнет опрашивать все устройства по шине RS-485. И все устройства, какие найдутся, он их добавит в EvoLink. И после того, как все устройства добавились в EvoLink, все равно, если сейчас нажать на клавишу L1, он снова начнет опрашивать все устройства. И пока он их будет опрашивать, а это займет некоторое время. Ну и в это время, пока идет опрос, управлять нагрузкой мы не сможем. Давайте сейчас я вам продемонстрирую. Вот нажимая на кнопку, загорается на мейн клавиша Error. Она начинает моргать. И вот теперь, видите, я нажимаю на клавиши, чтобы включить реле, а у меня пишет ошибку. Нужно вот подождать, пока опрос у нас завершится. Это произойдет, когда Error клавиша перестанет моргать. И вот как только она перестала моргать, теперь мы снова сможем управлять нагрузкой. Поэтому лишний раз на эту клавишу L1 не нажимайте. Иначе будем терять связь, собственно, с основными релюшками и не сможем ничем управлять. Ну а теперь давайте пробежимся по настройкам модуля реле в EvoLink. Значит, смотрите. Ну, главный экран у нас состоит из четырех реле, как я уже и сказал, при нажатии на которое мы будем, собственно, включать и выключать реле. Снизу есть три кнопки. Потребление, расписание и найти меня. Если нажмем на потребление, то попадаем как раз на вкладку потребление. Здесь у нас это вторая картинка. Здесь канал 1, канал 2, канал 3, канал 4 и общая статистика. Собственно, при нажатии на какой-либо канал мы перейдем во вкладку потребление. Это у нас третья картинка. И там мы будем видеть, когда у нас и сколько потреблялось в этом канале. И также общая статистика по всем каналам. Ну и в этой статистике тоже есть две вкладки. Первая это история, то, что сейчас видите на третьей картинке. Здесь у нас будет показываться, какое напряжение было, какой ток, сколько у нас потреблялось мощности и в какое время. Таким вот графиком. Но также есть и вкладка «Текущая». Ну и вот вкладка «Текущая». Значит, здесь у нас есть две большие кнопки «Старт» и «Обновить». Ну, то есть «Остановить». Это нужно для чего? Например, мы подключили какой-нибудь там обогреватель, и нам нужно узнать, сколько он потребляет киловатт-часов, например, в определенный период. Мы нажимаем эту кнопочку «Старт», и все, и у нас начался замер. Потом, когда нам замер нужно остановить, мы нажимаем «Стоп», и у нас отдельно сохраняется именно замер за то время, которое мы вот «Старт», «Стоп» сделали. Так, идем дальше. Возвращаемся на главный экран. Следующая кнопка у нас средняя – это «Расписание». Если зайдем в него, то у нас вот средний экран, у нас будет большая кнопочка «Добавить расписание». Если нажмем на нее, то переходим в «Расписание», уже непосредственно, где мы выбираем, сколько нам повторять, один раз или, допустим, по дням недели это расписание. Далее выбираем время, когда нам нужно включить, минуты, когда включить, и так далее. И выбираем, какой канал нам нужно, и действия мы будем именно включать или выключать. Ну, просто расписание, собственно, как и в любом другом реле. Так, ну и остается нам разобрать настройки. Значит, если мы перейдем на троеточие в правом верхнем углу, то переходим в «Настройки». Настройки, в принципе, здесь все, как и везде. Да, у нас здесь обновление прошивки, изменить имя устройства. Но самое главное из этого всего нам здесь нужна, вот где настройки «Перегрузка». Если мы зайдем в «Перегрузку», то у нас вот на третьем экране видно, появится следующее. То есть мы можем выбрать, по какой перегрузке будем отключать реле. Это минимальная мощность, максимальная мощность, минимальное напряжение, максимальное напряжение или максимальный ток. И задержка до выключения. Вот эти параметрами мы можем регулировать, чтобы у нас, например, не спалить какое-то устройство. Эти параметры выбираются по каждому реле, по каждому каналу отдельно. Ну и, как я и говорил, это вот дополнительная защита. То есть помимо того, что у нас стоит какой-нибудь автомат или УЗО, который выключится, да, если у нас какое-то замыкание будет или еще что-то. И также у нас и здесь. Если какая-то перегрузка будет, мы всегда можем обезопасить свое устройство даже через это реле. Ну и чтобы у нас пошла отсечка по тому или иному параметру напряжения, то нам нужно поставить над этим параметром галочку. Вот как сейчас показано на третьем скрине. И нажать клавишу в самом верху, в правом верхнем углу, сохранить. Ну и остается у нас клавиша Найди меня. А клавиша Найди меня, она делает вот что. Смотрите, если у вас очень много этих модулей реле, да, и вам, например, нужно найти вот конкретно тот, в котором вы сейчас в Евылинке. Как это сделать? А вот как раз таки клавишей Найди меня. Если я сейчас на нее нажму, то начинает загораться клавиша вот эта вот лампочка Error. Она сигнализирует о том, что это именно этот модуль. Таким образом, если у нас блок там из 32 таких модулей, мы всегда можем по клавише Найди меня узнать, какой именно модуль сейчас вот открыт в Евылинк. Ну а теперь, что касается Home Assistant. Как же без него? Значит, в настройки заходим, интеграции. И у меня здесь есть интеграция Sonoff LAN. И в ней, в принципе, устройство сразу же появляется. Ну, как только мы его обновим, точнее. Оно вот появилось, 4 реле DIN называется, да, и SPM Main. 4 реле DIN, это я его уже так обозвал, чтобы вот этого уникального имени не было, чтобы проще было его найти. Модуль SPM Main никак не управляется отсюда, а вот модуль на 4 реле, он да. В принципе, здесь мы можем на реле включить, но только включить. К сожалению, здесь вот есть и сенсоры, которые у нас напряжение, да, показывают силу тока, мощность, но они, как видите, по нулям. То есть у меня включена лампочка сейчас на 40 ватт, но здесь ничего не показывает. И как только я реле включил, оно у меня сразу же отщелкнулось обратно. То есть само реле включилось физически, но оно обратно отключилось. Я надеюсь, это в новых версиях интеграции поправят, но сейчас пока не работает. Но есть еще у нас Evolink Smart Home, это приложение. Вот оно здесь находится, и вот через него, в принципе, все работает корректно. То есть у меня здесь как раз-таки и напряжение показывает, силу тока, мощность, все здесь определяет. И также отсюда мы можем реле включить-выключить. Вот как видите, сейчас показывает, что 40 ватт потребляет, напряжение 225 вольт, 0,17 ампер, собственно, сила тока. И SPM Main, естественно, просто как устройство здесь добавился, но ничего мы с ним делать не можем. Вообще вот это приложение Evolink Smart Home, оно в принципе признано заменять приложение полностью Evolink'а самого на смартфоне. Но единственное, что, наверное, сопряжение здесь нельзя произвести. А даже такими настройками мы можем здесь управлять. Если, например, нажмем вот сюда, то мы Change Settings можем прям даже такие же пороги выставлять, как я вам показывал ранее. То есть как у нас отключать реле, по какому порогу. Здесь это тоже, в принципе, выставляется. И здесь статистика тоже у нас сохраняется. То есть мы можем видеть, когда что потреблялось, в какой день недели и сколько. Это же сбор статистики по времени и тоже здесь вот работает. В этом плане все замечательно. Но все вот эти сенсоры, именно напряжение, силы тока, мощности, они не пробрасываются в сам Home Assistant. Пробрасывается в сам Home Assistant только управление реле. То есть мы сможем только включить, выключить реле и не более того. Я уже все элементы пробросил. И вот они здесь находятся. Называется 4 реле. Defeast DIN 1, 1, 2 и 3 и так далее. То есть здесь, да, здесь обратная связь присутствует. Мы здесь реле включаем и оно не отщелкивается. Здесь все работает в этом плане корректно. Корректнее, чем через Sonoff LAN. Но тем не менее, мы, как видите, здесь не можем посмотреть ни потребляемую мощность, ничего более. То есть атрибутов здесь никаких нет. Только включение и выключение. Даже если зайти в панель разработчика, например, и найти по этому имени сам элемент. Давайте сейчас это и сделаем. Заходим в состояние. Ищем этот элемент. И у него в атрибутах здесь, в принципе, ничего нету, кроме State. State on, off мы отслеживать можем, да. А остального здесь ничего нету. Надеюсь, это когда-нибудь поскорее все поправят. Итак, ну, что можно сказать про это устройство? Оно уже не похоже на игрушку, на которой мы можем там поиграться с телефона, повключать, выключать что-нибудь и на этом закончить. Это уже встраиваемое устройство в электрический щиток. И здесь мы полноценно можем управлять нагрузкой. Здесь и реле мощный на 20 Ампер, да, и много всяких фишечек, и вот эти кнопочки. И уже у нас общается PRS485, а не по какому-нибудь Wi-Fi, который может где-то там зависнуть, да. В этом плане здесь все гораздо таким, как бы, приятнее сделано, отказоустойчивее. И статистика собирается у нас на microSD карточку, мы можем все это дело собрать. И веб-интерфейс здесь присутствует, поэтому если делать умный дом и делается ремонт, то такие модули в щиток я прямо рекомендую ставить на все, собственно, комнаты, на все розетки. Но на этом, в принципе, мой рассказ заканчивается. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому модулю, как он вам понравился, или тоже вы считаете его какой-то очередной игрушкой. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых видео.